Добрый день, друзья! Сегодня буду готовить вкусный ужин с картофелем. Как очень вкусно приготовить картошку на ужин. Я готовлю из расчета на две порции. Количество ингредиентов вы можете регулировать по своему предпочтению. На сухую сковороду я высыпаю мелко порезанный бекон и обжариваю его до слегка румяного цвета. Убираем со сковороды. В эту же сковороду я добавляю немного растительного масла и высыпаю картофель, порезанный брусочками. Обжариваем до готовности 70-80% до слегка румяной корочки. Вот так он должен выглядеть. И перекладываю на тарелку в один слой, чтобы картофель слегка остыл. В отдельной емкости я перемешиваю вместе 4 яйца, немного перца, можете добавить меньше по своему вкусу, соль и молока немного. Сильно взбивать не нужно, просто хорошо смешать, чтобы соль полностью растворилась и перец распределился по всей смеси. Картофель немного остыл, и я высыпаю в яичную смесь картофель. В красный болгарский перец можно добавить любой цветной зеленый лук, бекон обжаренный. И перемешиваем, чтобы каждый кусочек картофеля был в яичной смеси. В эту же сковороду я выливаю яичную смесь вместе с картофелем. И распределите равномерно картофель по всей поверхности. Добавляю рассольный сыр. У меня сыр мексиканский, идеально подойдет адыгейский сыр, моцарелла. Накрываем крышкой, огонь переводим на минимальный, самый минимальный огонь. И готовим до готовности, ориентировочно 8-10 минут. В принципе, картофель с омлетом готов. Можно не переворачивать, а сразу разрезать его и подавать к столу. Если у вас диаметр сковороды не очень большой, как у меня 20 см, можно перевернуть. Я переворачиваю, чтобы у меня сыр также слегка покрылся румяной корочкой. Он тогда имеет какой-то особенный вкус. С пылу с жару подавайте к столу. Очень вкусный ужин. Готовьте любой салат. Мне очень нравится к этому ужину салат из огурцов, помидоров и авокадо. Вы можете приготовить любой по своему вкусу. Приятного аппетита! И до новых встреч, друзья!